О, привет всем. Я вот как раз собираюсь ехать к Ивану Авдееву. Собственно, мы затянули с ним немножко уже этот проект по поводу полетать по пустынным картам Half-Life 2, потому что наши расписания не совпадают, и Иван уже месяц как не занимается этим проектом, вернее не занимался им месяц, а буквально пару дней назад снова начал там что-то доделывать, и я понял, что надо как можно скорее к нему приехать и остановить его, потому что нет предела совершенству, так через пару лет он вообще второй Half-Life напишет, или даже что-нибудь получше, а мы же просто хотели сделать очень маленькую демку, имея очень маленький файлик, бинарник, который будет давать нам возможность полетать по пустынным картам Half-Life, но с текстурами и светом, и при этом он должен делать это на Raspberry Pi с частотой в 60 кадров в секунду, задача с моей точки зрения практически невыполнимая, вот это была наша цель, и мы хотели именно это показать, как можно скорее, ну затянулось так затянулось, и я думаю, что самое время посмотреть, есть ли уже какой-нибудь результат, честно говоря, я уверен, что подводных камней тут просто пруд пруди, несмотря на все смелые заявления Ивана, но вообще-то я сам не знаю, какие сейчас уже есть результаты, поэтому мы отправляемся к нему, и давайте спросим его, что же там получилось. Привет, Иван, ну наконец-то, хоть как-то наши графики с тобой совпали, я до тебя добрался, я вижу, у тебя тут работа кипит вовсю, скажи, какой-нибудь прогресс есть, получилось ли какую-нибудь картинку достать? Привет, ну и ввязался я в приключения, да, картинку достать получилось, но не до конца, не полностью как я хотел, дело в том, что шейдинг Half-Life 2 оказался несколько более сложным, чем я предполагал, вот, пожалуйста, тут вот только... А это что? А это их публикация еще с 2004 года, в которой рассказывается про то, как, в общем-то, рисуются, как формируются цвета пикселей на... Ага, я тебя понял, то есть тебе удалось найти более-менее официальную документацию того, как здесь все это работает? Да, да, это официальная PDF, не помню, откуда я их уже взял, но это вот они на конференции рассказывали. Ну и какие-то сюрпризы, видимо? Ну, не то чтобы сильно сюрпризы, но дело в том, что я до этого-то делал загрузку карт Half-Life 1, как несколько лет назад. Да, я, кстати, упоминал об этом на своем канале, я думаю, многие здесь уже видели то видео, хотя, ну, наверняка, не все, во всяком случае. Были и другие люди, которые докопались вообще до максимального, так сказать, максимальной твоей истории, поэтому там у меня будет чуть позже еще к тебе один вопрос, но это по ходу дела. Так вот, значит, у тебя было рисование карт первого Half-Life, у тебя был видеоролик на YouTube по этому поводу и, очевидно, какая-то разница нашлась, да? Разница оказалась существенная, дело в том, что как устроен рендеринг Half-Life 1, то есть есть геометрия, допустим, стена, на этой стене есть текстура Альбедо, ее собственный цвет, и текстура Lightmap, которая отвечает за освещенность. Лайтмап считается полностью в оффлайне, это если кто делал карты Half-Life, узнает, там есть вот некоторый этап, который самое долгое время занимает, расчет освещенности. Ну, то есть это как бы предпосчитанное освещение, которое не динамическое, оно посчитано в процессе создания карты, и потом оно просто накладывается. Я просто хочу пояснить, может быть, действительно зрителям, у нас зрители делятся на две половины, на тех, кто все понимает, им это очень интересно, и на тем, кто не очень понимает, на тех, кто не очень понимает, но им все равно интересно, и поэтому кое-какую детализацию, которая может быть нужна не всем, будем все-таки давать. Так вот, когда вы используете в качестве освещения какие-то так называемые Lightmap предпросчитанные, то получается, что даже если потом вы переделаете геометрию уровня и не пересчитаете свет, то у вас будут тени, которые падают от того, чего фактически не существует. Ну, главная мысль здесь в том, что это свет, который не считается в процессе рендеринга, он сделан до того. Здесь я захотел сделать рендеринг, похожий на, собственно, то, что было сделано в самом Half-Life, и обнаружил, что там на самом деле вот есть отличная документация, но она рассказывает только про некоторую часть из этого процесса. Другая часть, как то, например, загрузка самих Lightmap из файла карты, она не документирована нигде, никем и никак, и до этого я, к сожалению, так и не добрался. То есть, я гружу Lightmap Radiosity, ну, они все, в принципе, Radiosity, ненаправленный Lightmap. Еще из интересных моментов, в Half-Life 2, в файлах ресурсов, там явно видно, что они сделали несколько вариантов сложности рендеринга. То есть, в материалах у них прямо обозначается, а это, если у нас там DirectX 7 какой-нибудь, да, то вы вот так делаете. То есть, там существует несколько моделей рендеринга в зависимости от того, насколько мощная видеокарта у пользователя. Ну, это логично, вполне, впрочем. Формально я даже вписался, получается, в очень простую модель рендеринга Half-Life 2. То есть, до сложной я, к сожалению, не дошел. Это печально. Что не печально, так это то, что, и это на самом деле было для меня удивлением, я думал, что Raspberry Pi медленнее. Это то, что мне удается загрузить весь уровень Half-Life 2, ну, какую-то определенную карту Half-Life 2, всю полностью в память, с текстурами и с лайтмапами вот этими базовыми, и отрисовывать ее всю целиком, не отсекая никаких невидимых поверхностей. Я рисую ее, как она есть, и на простых уровнях это 60 фпс. Потрясающе, на самом деле, потому что именно этого-то и хотелось достичь, чтобы получилось 60 кадров в секунду. Очень многие люди, кто более или менее в теме, после того, как мы этот ролик выложили, писали мне о том, что во все могу, говорит, поверить. То, что отрисуете карту, то, что нанесете текстуры, все может быть, но 60 фпс-ов ни за что. Вот это был самый интересный момент, я очень рад, что у тебя это получилось, и кроме того, еще раз хочу вернуться к тому, что ты только что сказал, насчет загрузки уровня целиком. То есть, Half-Life же изначально грузит уровень как-то сегментарно, то есть, он предлагает периодически тебе надпись loading, подожди, догружается следующий сегмент. Правильно я понимаю? Не совсем, а вот я говорю... Первый Half-Life делал как-то так, но там все-таки про отделение. Второй также, это вот все то, что происходит между двумя лодингами, это есть один уровень. Именно загрузкой этого я и занимаюсь. Теоретически, то, что я написал здесь, в принципе, позволяет загрузить хоть множество уровней сразу и их склеить. Это вот по следам того, что я делал для первого Half-Life много лет назад. Но я в данном случае туда не ходил, то есть, это я не пробовал делать. Собственно, есть вопрос, вот этот самый вопрос, который я обещал задать чуть позже. Сейчас, я думаю, самое время его задать. Те, кто повнимательнее отнесся к твоей работе, кого все очень заинтересовало, люди добрались до разного рода веб-ресурсов насчет тебя и нашли в том числе, что у тебя, кажется, на GitHub было начало этого самого проекта. Вернее, неизвестно начало этого или, может быть, уже готовый этот проект. Но даже в комментариях к ролику, который мы выложили, писали, что, дескать, какие вы хитрые, на самом деле у вас все давно уже сделано. Насколько это правда? Насколько ты обращался к тому, что у тебя уже было сделано? То, что у меня было сделано, было написано на крестах на языке C++ и было оно сделано откровенно плохо. Я не умел программировать, когда там 5 лет назад. А это настолько старый проект, да? Да. И оно было заточено под вполне конкретную цель отобразить все уровни Half-Life 1, как один гигантский меж, чтобы посмотреть, насколько они друг с другом пересекаются. Вот тревожила меня эта мысль, там, еще с многого детства. Очевидно, ты это совершенно не на ARM процессоре собирался делать. Нет, я это сделал просто на PC, а потом у меня валялся Raspberry Pi, я попробовал, увидел, что оно там как-то работает. И тогда я попробовал позагружать карты Half-Life 2, оно там тормозило, я не умел загружать некоторые моменты, про это я попозже расскажу. Но вот, по сути, этот проект я выкинул полностью. Да, у меня какие-то знания в голове остались, но поскольку прошло много времени, пришлось пересчитать. И переписал полностью на C. Финальный бинарник, например, текущего проекта, он меньше 64 кВт. Ну вот это, кстати, да, тоже. Это, во-первых, очень здорово. Во-вторых, ты почти вскользь сейчас сказал, что, кроме прочего, проект полностью на C. То есть, обратите внимание, те, кто считает, что это тот же самый код, это код на разных языках. Один написан на C++, а то, с чем мы сейчас имеем дело, это код, написанный на C. То есть, на немного другом языке. И 64 килобайта. То есть, вау, настолько маленький бинарник получается. Я так понимаю, что сам исходный код ты не утаишь, как и прошлые исходные коды, и выложишь его на GitHub. То есть, каждый сможет скачать и скомпилировать этот код. Да, он, более того, он уже лежит на GitHub и лежит там много месяцев. Ну, я попутно там что-то дополнял. Ну да, я так понял, что у тебя разработка продолжалась фактически до последнего дня, потому что все время какие-нибудь нюансы находились. Из-за того, что сразу выделить огромный сегмент времени было, видимо, нельзя. Ну да. Очень хорошо тебя понимаю в этом смысле. Ну да, месяц, наверное, ничего не делал по этому проекту. Ну, по ряду причин. И в этом тебя очень хорошо понимаю. Ну, про ключевые различия, например, между первым и вторым Half-Life, из-за того, что я в тот раз не разобрался, и то, что мне пришлось прям копнуть глубоко и заниматься реверс-инжинирингом, это дисплейсменты. Дисплейсменты это что такое? Дисплейсменты это способ формирования неровных поверхностей в Half-Life 2. То есть, если вспомнить, что было в первом, в первом всё было более-менее ровным. Ну, все поверхности. Ну да. Второй же, там очень много карт, которые вот такие все. Угу. Вот. И то, как они делаются, в общем, пришлось подумать. То есть, базовая идея очень простая, что у нас вот есть, они в терминах у них называются, это фейс, то есть, какая-то поверхность, и они её бьют внутри на, вот как это по-русски, сабдивижн делается, да? То есть, они бьют её пополам, на четыре части, каждую из четырёх частей, ещё на четыре, и так вплоть до трёх углублений. И потом каждую из точек в разбиении двигают вдоль некоторого направления. То есть, получается, то есть, было, допустим, четыре точки квад, побили его на две части, получилось сколько там, типа четыре, шестнадцать, шестнадцать. И каждую из этих, не шестнадцать, ну, неважно, двадцать, а двадцать. Ну, математику оставим пока за бортом. То есть, ну, хорошо, я понял, это процесс преобразования, по сути, плоской поверхности в некую буглистую. Да. И этот момент документирован плохо. То есть, ещё в 2004-м или 2005-м годах, где-то в то время, ребята занимались, ну, какие-то ребята в интернетах занимались декомпиляцией карт Half-Life. То есть, чтобы собранную карту можно было опять открыть в редакторе и что-то в ней исправить. И они занимались там прям серьёзным реверс-инжинирингом, написали кучу софта, которые действительно это делают и попутно написали документацию о том, что они нашли. Вот они вкратце упоминают, что есть вот такой механизм, но они его расковыряли только до той части, которая им была, собственно, нужна. Дело в том, что не вся информация, которая требуется для отображения, она требуется для декомпиляции. И вот эту вот часть мне пришлось раскапывать самому. Звучит сложно. Не совсем понятно, что имеется в виду. В частности, речь идёт о натягивании того самого лайтмапа. И там есть определённый механизм, мы, наверное, уже совсем в дебри спускаемся. Ну что ж, это неизбежно. Есть механизм, по которому определяется, как именно натягивается лайтмап, вот карта освещения, на поверхности. Если его в лоб применить существующий для обычных поверхностей, вот применить такой же к дисплейсментам, оно не работает. То есть там всё плывёт и всё отображается вообще не так, как надо. То есть если поверхность неровная, то со светом ничего не получается. Он выглядит плохо. Понятно. То есть там, во-первых, этот момент, во-вторых, то, что само по себе разбиение, то есть там тоже как-то оно хитро делается. Я, поскольку это делаю два месяца назад, я уже сам начинаю забывать делали. Вот. Но я прям повозился, и мне прям пришлось много читать исходников из Source SDK, их публичного, которые есть. Там есть куски, но и там на самом деле не всё до конца понятно. Ну да, я так понимаю, что просто повторюсь на всякий случай, чтобы просто зритель держал в голове тот факт, что движок не open-source-ный. Source-движок закрытый, коммерческий. В том числе, наверное, надо упомянуть это и в том ключе, что нам писали в комментариях, что, дескать, для ARM-процессоров существует версия движка Source, вернее, существует вообще игра Half-Life 2. Она вышла на Nvidia Shield, и типа вот, ничего тут нового как бы не происходит, но, наверное, надо напомнить людям, что, во-первых, это не open-source, во-вторых, наверное, не очень стоит сравнивать Nvidia тегра, использующаяся в Shield, и тот ARM-чип, который у нас в Raspberry Pi. Я так понимаю, разница там, ну, она огромна. Она довольно большая, хотя я сейчас вот сходу из разговора не приведу конкретные цифры в разнице. Ну и там есть несколько моментов ещё. Дело в том, что OpenGL, который на Raspberry Pi, это, по сути, практически голый OpenGL 2. То, что делает Nvidia на Shield, опять же, я сам не смотрел, но я очень ожидаю, что там куча экстеншенов, потому что на Shield, например, следующего поколения, планшет, у них даже поддержка вулкана там есть, то есть там прям серьёзное современное железо такое. И наверняка в своём рендере они используют эти возможности, которых просто нет на Raspberry Pi. То есть напрямую это не переносится, даже если бы там в комментариях тоже были эти довольно, ну не то, что очевидные мысли, да, но технически подкованный человек может сообразить, что можно перехватывать вызовы OpenGL и пытаться их воспроизводить на другом железе, и там на практике это в ряде задач даже делается. Но это уже почти эмуляция. Ну, если железо похоже и там и там, в смысле реализацию OpenGL и там и там, можно это делать практически напрямую, это не то, что эмуляция, это ну вот как бы OpenGL, он так умеет. Ну, всё равно получается прослойка такая. Ну, прослойка, которая просто вот передаёт. То есть здесь, если у нас возможности железа сильно отличаются, действительно приходится делать эмуляцию, придётся, пришлось бы делать эмуляцию определённых возможностей, и это было бы уже медленно и печально. Ну да. Во всяком случае, положительно на производительности не сказалось бы точно. Проще говоря, Half-Life, который существует для Шилда, совершенно никак не получится запустить на Raspberry Pi. А если и получится, то это будет печально, одним словом. Ну что ж, в общем, всё понятно. Наверное, надо показать, чего добились мы. Ну, нам, собственно, понадобится Raspberry Pi. У тебя, я так понимаю, есть образец для тестов. Это MacBook. Нет, это не MacBook. Да, я смотрю, тут у тебя много железок. Это всё Raspberry Pi? Не всё. Тут есть Pi на 64, который я уже не могу непонятно сколько лет потрогать. Модули, кстати, классные звуковые карты к Raspberry Pi. У неё встроенная довольно дурацкая, а вот эта штука хорошая. Да, интересная штука. Её, только я не могу понять, её то ли собирались снять с производства, то ли сняли, и я, в общем, не... она только выглядит как композитный выход и моно-выход. Тут, по-моему, SPDIF out, SPDIF in написано. А, SPDIF. Это я не пробовал, я пробовал это. Но она даже с патчами ядра работает с Jack, что очень хорошо. SPDIF это много объясняет. Вот она вставляется. Это уже установлено. Да. Да. Единственное, что у тебя, видимо, был какой-то проект предназначенный для звука, потому что я, честно говоря, в последнюю очередь думаю о Raspberry Pi, когда думаю о звуке. Это у меня не то, что в потайной проект. Я собираюсь в ближайшие недели постримить изготовление. Ого! Всем держать ухо востро будет стрим. Поешь на какой-то? Да. Ну, в общем, Raspberry Pi и всякая мишура тут. Первый, второй, третий. Это что? Это ещё... Я даже не знаю. Как корпуса. Хорошо, нам понадобится какой? Второй, видимо, да? Или третий? Какой это у тебя? Это, по-моему, третий. здесь уже скачаны необходимые файлы данных из Half-Life 2. Это несколько WPK-шек MISC Pack Textures из... просто из Steam-овского каталога с Half-Life. То есть, просто установленный Half-Life в Steam из него взяты WPK-файлы? Да. Плюс дополнительно каталог Maps, потому что карты почему-то лежат отдельно. Я помню, какое-то время назад они лежали в WPK-шках, но сейчас они лежат отдельно. Может, я неправильно помню. Ну, во всяком случае так просто. Дополнительно тут стоит ещё утилита WPK-Fuse, собранная из исходников, которая позволяет монтировать эти WPK-файлы как просто файловую систему. То есть, WPK это типа как ISO, и это образ, внутри которого лежат файлы. Ну, или для понятности это как VAT в доме. Ну, да, или как zip-файл. Ну, короче, архив. Ну, ясно. Да. Вот. Можно было бы дописать в утилиту загрузку WPK-файлов, но у меня руки не дошли. Тем более, что она уже есть. Да. И она прекрасно работает, не было с ней проблем. Ну, сейчас примонтируем, монтируются, смонтировались. Теперь, собственно, возьмем саму утилиту. Она лежит в GT, как я уже говорил. Прикольное название Open Source. То есть, есть движок Source, который является закрытым движком, и поэтому его свободная реализация у тебя называется Open Source. Playful Cleverness, как говорит Ричард Столман, это очень мило. Ну, она не реализация все-таки Source, но... это... Но, впрочем, это ты так назвал. Глупости в форму я люблю вводить. Так, что надо сделать? Надо взять ветку, она лежит в отдельной ветке, и сабмодули need и update. Использует мою маленькую библиотечку для инициализации OpenGL. Не люблю USDL. Ну, да. И теперь можно собрать... Я смотрю, ты сразу собираешься померить время сборки. Это интересно. Давай запустим. А, ну, да, собственно, я все время забываю про флажок P. А, да, твой код, в принципе, собирается под любую платформу, ну, в смысле, под x86 платформу собирается. Да. Но с флажком минус P он собирается на Raspberry Pi, и об этом надо не забывать. Получилось 12 секунд примерно. Ну, это копеечное время, учитывая, что однажды мне пришлось собирать Quake 3, это замяло очень много времени. Он написан на сях, поэтому C компилируется довольно быстро, то есть тут вот несколько C файлов, сколько, не знаю, килобайт. Можно там строчки посчитать. 2000 строк с 2700. на C++ это собиралось бы, не знаю, минуту, две. Однажды я собирал ядро FreeBSD на Raspberry Pi, это заняло около недели, так что парой минут меня не напугаешь. Но 12 секунд это действительно впечатляет. Так, ну и размер файла финального, вот 70 килобайт, это потому, что в нем строк очень много. Если его стрипнуть, строк и отладочной всякой информации, то получится 59 килобайт. Можно еще меньше, на самом деле. Я не сильно гнался за маленьким размером здесь. Ну да, там очень много всего можно вырезать, чтобы было еще меньше. так, и теперь, чтобы запустить, ему нужно скормить несколько каталогов с ресурсами, то есть это H2, ну вот, где карты лежат, потом миск, где примонтирован, H2 pack и везде минус D надо. Минус D и минус D H2 textures. И, собственно, задать имя карты train station 01 01 это N Это карта самая первая в игре? Это самая первая карта в игре. Грузится, не может загрузить кучу материалов. Ну что ж, она грузилась порядка пяти секунд, может быть, даже меньше. И узнаю ангарчик. Ну вот отсюда мы где-то начинаем, едем на поезде, модель поезда не загружена, модели здесь вообще не грузятся, и я их не обещал. Ну это понятно, мы изначально не хотели никаких моделей. Косячно грузятся текстуры, по-моему, это проблемы с DX-T5, которые я так и не посмотрел, что там. Вот, здесь заезжаем, здесь заходим, заходим, ну, то есть, как видно, что FPS здесь заметный. Да, я уже не тормозит. Узнаю все эти места, очень прикольно выглядит. Я обратил внимание, что там, где прокручивающийся пропускной пункт, там, соответственно, основная статичная решетка, это часть карты, часть модели, вернее, наоборот, часть карты, а то, что вращалось в ней, это, соответственно, уже модель. Когда смотришь на подобный рендеринг, это действительно, ну, понимаешь, как устроены все эти карты. Мы приезжаем в поезде, и поезд модель, но при этом сам, как это сказать, вокзал или ангар, это, тем не менее, часть карты. Очень здорово выглядит. Ну вот, где-то здесь, когда мы падаем, по-моему, или когда в дверь заходим, загружается следующая карта, то есть, тут видно, что все, тут двери нет, тут стена. То есть, можно загрузить следующую часть. А, так, ну, там дальше будет хорошо, это видно, что кучи материалов не хватает. Материалы лежат еще часть в BSP-файлах, и я их оттуда, к сожалению, тоже не научился доставать, руки не дошли написать реализацию. То есть, мы появляемся вот здесь. Ага. Так, ну, вот отсюда мы падаем, сюда, и здесь можно пройти, и как видно, здесь уже есть проход. Да, да, да. Здесь нас просят банку кинуть в мусорное ведро. Вот, о, это, что-то тоже не загрузилось, видимо, там какой-то материала нет. Вот, здесь проходим, выходим, и вот попадаем сюда. И центральная площадь со стеллой. Угу. Посмотри вверх. Да. Скайбокс не гружу, ни двумерный скайбокс, ни трехмерный, тоже не дошли руки. то есть, тут остается очень-очень много всяких мелких рутинных деталей, которые можно сидеть и допиливать неделю меньше. Или даже бесит сами. Визуально разницы будет очень мало по сравнению. Но это как обычно. Есть же такое правило, что 80% работы делается за 20% времени. В данном случае, я думаю, та же самая ситуация, что чтобы обрисовать эти все деталями, которые не все-то и заметят, это вполне может занять еще в 5 раз больше времени. В то время как вот столько потраченного времени дает вот такой результат. И я узнаю игру. Я действительно помню все эти места, особенно учитывая, что я не очень много в нее играл. И последний раз это было довольно давно. сейчас смотрю и думаю, надо перепройти. У меня тоже было такое ощущение, какие-нибудь карты я загружаю, и я понимаю, что я уже плохо помню это место. Хочется побегать там. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 карта видимо кто-то рисовал альтернативный вариант и видимо в конце концов приняли именно его вот эта вот штука тут гигантская бойня со страйдерами до страйдеры страшные штуки тут вот цвета поплывшие судя по всему это из-за того что я что-то некорректно делаю слайд мапами такое ощущение какое-то техническое помещение видимо в котором видео из которого транслируется на какую-нибудь текстуру вот как это делается то есть получается что есть некое помещение она создана папа на карте но попасть в него нельзя и оттуда идет трансляция на некую на некий телевизор потому что по-другому это все равно не сделаешь помещение которое туда транслируется обязана быть на той же самой карте это интересно но ты это только предполагаешь я так думаю что это скорее все так и работает я очень уверен в том что это так работает то есть конкретно описание я не встречал но это очень понятно что так можно делать это делать легко и явно видно то есть как что в картах где есть вот видео из каких-то участков там прям есть комнаты для этих причем с явно вырезанными невидимыми поверхностями например то есть если там за камерой за камерой там нету стены просто ну да она там и не нужна это логично чтобы не рисовать лишнего дальше уже в этом всем разбираться это реально просто месяц его угрохивать ну да но лично я в восторге от получившейся реализации особенно учитывая что мы смотрим на 50 скольки девятик или 6 килобайтный бинарник который рендерит все таки и те текстуры которые ему доступны и лайтмапы так что понятно откуда светит солнце и это прекрасно потому что пожалуй большей реалистичности так как бы я и не ожидал например и все это происходит при 60 кадров в секунду и на разбери пай у которой даже блин радиатора на процессоре нету тут у нас лежит и она даже не греется особо не это круто я напомню на всякий случай зрителям что все это волшебство происходит вот на этом маленьком блочке который холодный бесшумный и что еще и очень медленный по меркам современного компа в нем далеко нет никакой видеокарты и даже такой вот какая могла бы встречаться в старых компах когда хаффлайв был актуален тем не менее все это очень плавненько и красиво летает да у тебя получается механическая дома сцена это хорошо смотрится ну чтож это действительно круто особенно учитывая объем бинарника и собственно с моей точки зрения крайне крайне маленький срок за который тебе удалось все это реализовать я очень впечатлен особенно спасибо что учел мое пожелание по поводу коричневого бэкграунда я просто в свое время делал игру академат городок 2 и тоже я знаю что такое с черным бэкграундом когда-то я делал свою карту и после того как я поменял ей бэкграунд она мне стала нравиться совсем по-другому ну то есть гораздо больше и поэтому да не люблю черный бэкграунд в трехмерной графике это выглядит здорово я вижу откуда падает солнце я понимаю где мы стоим с точки зрения игры для простого обывателя мы с тобой оба это понимаем это выглядит достаточно просто все считают что игра это данность и вообще и и старые игры такие как как half life это уже не интересно и так далее так далее мало кто понимает какой это адский труд на самом деле какая это высшая математика фактически рисование всех этих правильных трехмерных поверхностей и прочего но это я образно мне как всегда хочется сказать что это в общем не так трудно тут больше рутины чем какой-то какого-то озарения я думаю человек который я тут для меня графика это хобби человек который профессионально в графике сидит мог бы написать быстрее особенно если ему еще за это платили он мог бы это делать в рабочее время да это не без этого я так понимаю что процесс тебе в целом понравился и видимо ты открыл для себя что-то новое в этом самом разбери пай какие у тебя в связи с этим новые будущие планы на разбери пай у меня давно чешутся руки написать 4 килобайта интро на разбери пай и я недавно еще ознакомился только недавно с физически корректным шейдингом современным подходами и даже что-то попробовал и мне теперь хочется попробовать это сделать разбери пай потому что ограничению я стал более знаком с ее ограничениями и такое ощущение что здесь можно сделать немного меньше треугольников чуть более сложные шейдеры и получить довольно неплохую картинку и это все должно влезть 4 килобайта и с музыкой еще то есть хочешь попробовать достичь визуального эффекта unreal engine 4 практически да вот на уровне того что они делают с материалами единственное что конечно у них там художники и так далее и там ограничение 4 килобайта накладывают свои определенные тонкости но ни о каких художниках тут уже речи быть не может только динамическая генерация ну да ну что ж это будет очень интересно если у тебя получится что нибудь и будет что показать дай нам знать если будет не жалко ну спасибо тебе за то что согласился поучаствовать в этом эксперименте я думаю что мы показали что разбери пай может довольно многое и для тех опять же кто понимает 60 кадров в секунду с прорисовкой абсолютно всех поверхностей half-life a2 уровней half-life a2 слайд мапами с текстурами понятно что без моделей но тем не менее это получилось сделать это многое многое значит поэтому главное это прямые руки и оптимизация 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 то чего сегодня так не достает многим программистам я очень надеюсь что мы с тобой еще как-нибудь придумаем какой-нибудь сумасшедший проект и ты их реализуешь пока я буду стоять сзади и смотреть как было в этом проекте огромное тебе спасибо как-нибудь обязательно увидимся а у нас на этом все так что оставайтесь с нами далеко не выходите у нас будут еще бредовые идеи всем пока